И что для пациентов в условиях сосудистого центра созданы все необходимые условия для качественного лечения. И уже, наверное, ни у кого не возникнет сомнения, что мы не поедем в сосудистый центр, да, мы лучше будем лечиться дома. Потому что основной принцип – пациент должен лечиться там, где ему окажут максимально качественную помощь. И вот здесь, конечно, наши усилия на этом должны быть сконцентрированы. Вопросы? Скажите, пожалуйста, зачем я знала задержка документ не отправлять, а почему она с какой-то помощью? Ну вот влечером по-настоящему… А 5 тысяч? Почему? 3 500 мы получаем влечера с какой-то помощью? Нет, а почему? Заряжка там в обеде, да, но есть все четыре. Ну, она вот еще не отдали за центр. Да, да, по-настоящему, спасибо. Говорят, что они потерялись где-то. Нет, потерялись. Но ведь не выплыли. Вот сегодня их только… Коллеги, дайте, пожалуйста, если мы вас не болтели, потому что все деньги, которые положены по всем выплатам, они в бюджете есть, они заложены. И тут просто какой-то технический сбой. Коллеги, дайте, я точно скажу, что все выплатят. Единственное, сейчас мы разберемся там, по какой-то технической причине это не произошло. Деньги все точно есть. Я знаю, что просто у нас проблема была с страховыми медицинскими организациями, но эти деньги через них не проходят. Ввиду того, чтобы они получили деньги 22 октября еще, квадроризационные, а больницы они еще до сих пор не разослали вчера. Я имею в виду, что существует какие-то остатки. Ну, не все. То есть, эту проблему мы вчера в совещании обсуждали, а вы все обещали вчера с этим выплатом. По 3500, мы, в результате, мы разберемся, я вам начну. Но вы точно получите. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по взаимодействию с межрайонным центром? Потому что для нас это очень важно. Как наладить эту работу? Скажите, пожалуйста, в межрайонном центре, там, вот я звоню своих больниц, куда направлюсь. А почему-то говорят, что у нас нет дополнительных специалистов и не работает малоград уже более полугода. То есть, мы своих женщин, которые проявляли малоград, не можем направить туда. Я проявляю сразу, да, действительно, в течение года, мы с такой программой, да, и одна организация не смогла нам помочь, в конце концов, мы решили, и сегодня, в утра, все детали, и в утра уже они установлены, я надеюсь, что мы не пока не звонили, потому что с сегодняшнего дня мы могли бы отработать. Значит, то, что касается работы онкологического организатора, на сегодняшний день два врача работают в физическом кабинете. Один работает в институте, он работает на 0,5 ставки в утреннической, и второй доктор, он работает практически на ставку, но он еще параллельно проходит интернатуру по хирургии. Потому что, пройдя ординатуру по онкологии, да, получается так, что он не может ни дежурить, да, не может ни активировать, и все, я бы нужден, был его на праздник. Но, по крайней мере, его прием до 18-45, по-моему, да, он четко это высиживает каждый день это время, да, и количество больных там сколько нужно, можете зайти на электронную региструктуру, я утром смотрел перед тем, как там проехал, сейчас никому не было, как там, запись, по-моему, на третий день, ну, хоть на любое время, как вам хочется, можно записать, даже без всяких знакомых, без связи. У нас общая антония, да? Общая антония. Общая, то есть, женщина едет, она как-то в консультацию проходит, и ей говорят, приезжает, да, в обустое с них все. Ну, есть опять же порядок, есть опять же порядок, да, есть более узкие вопросы, это то, кто просто слушает, да, и потом понять, чтобы разобраться, да, и чем-то вам помочь, но есть порядок оказания медицинской помощи, да, и, соответственно, то, что мы можем делать на своем уровне, мы в зале слова «отбием воду», просто могу проговорить, да, мы делаем в себе. То, что мы не можем делать, но, соответственно, мы направляем, и если мы установили диагноз, мы понимаем, что данное заболевание с таким диагнозом должно лечиться только в онкодистанции, и, соответственно, мы направляем это пациенту в онкодистанции. Но проанализировать все цифры, не выгодно, а для того, чтобы, наверное, немножко остроты придать нашему разговору. Вы понимаете, что мы на сегодняшний день возьмем банально за компьютером амбулаторной практики. Я брал банально, в октябре месяц, за октябрь месяц амбулаторный момент сделано 150 исследований. То есть я пытаюсь нарастить объемы, чтобы хотя бы до 10 вечера амбулаторно делать это. Ну вот из Белоколунинского района только три направления на амбулаторную КТ. То же самое происходит с эхо сердца. Дальше у нас по колоноскопии там огромные запасы по фиброгастроскопии, энцефалографии. То есть там, понимаете, единичное направление, которые, ну куда пациенты-то идут? Ну, соответственно, я так понимаю, или напрямую едут в Киров, да, или они едут в диагностические центры, которые-то не платят деньги и делают эти исследования. Но у нас сейчас в Лобоцком, да, мы практически, я не знаю, мы все есть для того, чтобы полностью прокрутить человека, да, и абсолютно нормально поставить диагностику. Более того, мы с 1 ноября, мы с 1 ноября сделали на базе у нас есть еще гостиница на Гагарина 21, да, и мы сейчас открыли две, так скажем, пансионат на две палаты. То есть там по три койки в гостиничных номерах находятся, мужские и женские. Там цена где-то примерно 85 рублей, если я не ошибаюсь, ну что-то с копейками, да, получается. То есть, соответственно, если человек нуждается в амбулаторном лечении или в подготовке на какое-то исследование, ему некуда, ну, приткнуться, так скажем, друга, да, то он может остановиться, пройти у нас всю подготовку, получить где-то это исследование, да, и уже дальше зависит от результатов исследования, ну, врач примет решение, что с ним дальше делать. Но возможности, если, условно, на сегодняшний день, ну, есть все, но нерационально используем в облоге. Понимаете, что такая махина, как компьютерный термограф, она работать должна круглосуточно, в том числе и на амбулаторных больных. То есть врач у меня дежурит в круглосуточном режиме, да, но ночью, ну, это элементарно все можно делать, для человека это бесплатно абсолютно, но у нас только нет и больных. То есть я так понимаю, что люди не болеют, наверное, да, и мы не хотим использовать данную возможность. По-моему, проблема была, мы ее решали из заместных департаментов, заработанения, на следующий год мы абсолютно полугой схеме пойдем, то есть все монографы будут служить департаменту, для выходения разыгранного аукционного, и техническое отслуживание будет происходить уже для всех монографов, для всех внутренних домографов, да, то есть эта проблема очень серьезная, и никто не отслуживает. Собственно говоря, вот я сейчас, видя Вашу реакцию, я поняла, что Вы многое не знали, что, какие есть возможности. То есть вот, когда мы, опять же, немножко меняли систему работы межрайонных центров, я очень просила Андрея Дмитриевича объехать все закрепленные районы для того, чтобы рассказать о возможностях своего центра. Ну, видимо, где-то разговор остался на уровне руководства, и до Вас эта возможность не доведена. Департаментом здравоохранения были, скажем так, обсчитаны и согласованы те цены, которые для межучрежденческих расчетов, это не те цены, которые, ну, в прайсе платных услуг, это более дешевая услуга для руководства. То есть в рамках действующего тарифа по договору между учреждениями оплачивается эта услуга межрайонного центра, но пациенты ее получают бесплатно. Ведь, опять же, вот этот же пансионат, мы продумывали, что приехав на какое-то обследование, пациент его может пройти вечером, а утром ему надо пройти консультацию у специалиста. Зачем ему ехать домой в отдаленный район, он может переночевать. За совершенно символическую плату 80 рублей, вы понимаете, что на транспорте больше потратят, получить полный объем консультаций, диагностических исследований и абсолютно удовлетворенных делать домой. Второй момент. Те узкие специалисты, которые есть в структуре межрайонного центра, я еще раз повторяю, они должны еще и приезжать к вам навстречу вашим пациентам. То есть, вот как вы ищали десанты с дороги, да, то есть населением это очень позитивно всегда воспринималось, приезжают к вам специалистам, не надо никуда ехать. Значит, нужно формировать определенный заказ и определенную кратность приезда этих специалистов. На то и администраторы нужны ночмен, главный врач, заместитель по поликлинике, которые четко должны сказать. От кардиолога мы хотим делить, например, раз в неделю, какого-то иного специалиста раз в месяц, еще какого-то раз в квартал, для того, чтобы эти специалисты к вам приезжали. Но я думаю, что Андрей Ленинович для себя провод сделал, и может быть в более тесной обстановке для специалистов приедут ваши специалисты и расскажут и о видах услуг, и о условиях предоставления и о стоимости. Я хочу сказать, конечно, защиту нашего межрайонного центра. И, наверное, упрек доктора, которые знают не только, что это все есть, и только это кто это не знает. Значит, все молчат, все, как будто они первый раз слышат. Коллеги, у нас сформировано отношение к Слободскому бюджетному центру, поэтому вы его не измените. Вопрос по скорой помощи в поступлении в денежных средств. С конца для этого у нас наблюдалась задержка, комментируют, которые у нас делали, что у нас есть федеральный плачет. Задержка у нас идет, поэтому скорой помощи не будет в денежных задержках. Они выдают, и мы отмеряем вступление. Сейчас нам 66 тысяч рублей пришли, если вчера, что это все, это в денежных за 7 лет. Сказать, что приходить какого-то, на сколько опоздание? На месяц, опоздание на месяц. Я буду разобраться с конца для этого. Но это деньги федеральные, я еще раз говорю, они точно придут, точно придут. Мы их выдаем, но по мере поступления. А вам никаких претензий не имеется? Нет, чтобы работники не слышали. Нет, смотрите, нет. Я вопрос не скажу, почему? Почему? Коллеги, я еще раз говорю, там система поступления денег, когда у нас начинается сложность, да? То есть они собирали, которые пересылаются к нам из нашего бюджета в больнице. Вот, видимо, есть определенные там задержки на этап от перечисления, но они точно, да, воздают. Нет, мы не смеются. Со следующего года они станут, опять-таки, в составе практически там, ну не текущего тареи, а нашего текущего финансового. Там точно такие проблемы. Ну, слишком много денег задействовано, но денег больше не прибыли. Коллеги, дайте у нас еще буквально 3-4 минуты. Один вопрос. Да, вы посмотрите, я отвечу, если это не другое. Есть проблемы с направлением больных сосудистых, это кардиологических и неврологических. Есть такая проблема. Значит, к какому отношению? Мы говорим, что у нас есть такая больная, мы только к термопии везде. Сегодня у нас нет места, и ты завтра. Или, так сказать, там, через 2-3 дня. А сами понимаете, что самое дорогое и самое эффективное лечение – это первые часы. И нам. Мы заводим историю болезни, и через день переводим больного, и историю 1-3 дня. Я услышал, я исправляю эту ситуацию. Мы будем работать в режиме, чтобы мы... Вообще, при этом, в порядке, в порядке... А почему это вообще? Вам, в порядке, в порядке. Поэтому, поскольку больного не берется поскольку, то нам, да, спецеджит, балансируется на терапию. То есть, вы принимаете решение, что он не транспортабельный, госпитализуется себе, достаточно хотите перевести мне это? Они говорят, переводите завтра. Посутим, подождите. Давайте еще раз, чтобы было понимание, о чем мы говорим, да? То есть, кто согласовывает с моими специалистами госпитализацию в сосудистый центр? Если это больной, экстренный, например, его служат, скорая помощь, или его направляторах, я просто вам поясню, да? То есть, вы должны уведомить, что данного пациента вы везете. И все. А они говорят, у нас нет еще раз. Нет, нет, нет. Феды. Нет, я говорю, как есть, а не для этого. Коллеги, смотрите, как нам надо будет система. Еще раз. Лечение самое эффективное к первой 12 часов. Когда эти часы, никаких госпитализаций, в интернете, в интернете, просто быть не может. Ну, это есть. Есть? Значит, зачем госпитализировать? А куда бы то? Они же принимаются. Лобослойки берет. Скорую не принимают, или что? Звоним в Центр, там, выживаете, как неврадус. Стоп, стоп, стоп. Кто? Дежурный врач звонит. Почему врачи не нужно врачи? Фельдшер скорой помощи сообщает, что он везет пациента. Если у врача не берут, то у фельдшера тем более не возьмут. Ну, если только у меня откажут, то скорой помощи не примут больного, ну, вы извините. Вы извините, я просто накажу. Нет. Я сильно накажу. Извините, секунду добавлю. Этот вопрос создался у нас неоднократно в начале года, после замечаний, сделанных скорой помощью. С Андреем Венеевичем мы разговаривали. Я об этом докладывал на не одной планерке, что если какой-то отказ непосредственно звонить мне, сразу же звоним к главному врачу Сарусской ЦРБ. С его стороны было сказано, что отказов не будет. В каких случаях обращений ко мне не было? Часть сутки в стационарных смыслов перейдут. Было сказано, больной есть, есть стандарт, который мы должны выполнять. Больной должен госпитализироваться в Международный Сосудистый Центр. Было сказано, позвонили, что везем. Все. Какие вопросы сейчас появляются? Я скажу, что 63 человека у вас было госпитализировано по МК, и по ИБС к нам в центр. Причем из этих, по 63 у нас произошли, к сожалению, две смерти. Один экстрактический, а тут у вас погибли. Сколько часов, посмотрите, они поступили? Я вижу, я нанесу. Коллеги, давайте говорим все так. Алгоритм должен работать в следующем уровне. Если состояние пациента позволяет ему везти в Солбатскую центральную районную больницу, никаких заездов в ЦРБ, никуда. Машина забрала из дома и поехала. Параллельно фельдшер, диспетчер скорой информирует Сосудистый Центр, что машина приезжает. Если состояние пациента не позволяет его перевезти, вы его везете в свою реанимацию. И потом уже дежурный доктор договаривается о последующем переводе. Но никак не первичная госпитализация договаривается. Если этот механизм сбоит, давайте разбираться. Я не думаю, что он так сбоит. Я просто к этому хочу сказать. Да, у нас порядок в основном соблюдается, и он так и есть. Фельдшерам. Разговор в то время шел об электрокардиографах с дистанционной передачей на центр. Когда это будет? Фельдшерам сложно. Мы вот сейчас закупили электрокардиографы, которые выдают какой-то предварительный диагноз. То есть заключение дают. И попытаемся расширить и еще купить к концу года. Но фельдшерам очень сложно. Фельдшерам очень сложно. У нас дети, если мы везем его сразу, нет у нас. Почему? Почему у нас там поделали? Скорая заказывала, там они не нужны. Нет, почему? А вот, в случае, нет. Вот, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что поскольку я имею 14-летний опыт преподавания в Кирской медицинской академии, и традиционно читала лекции по электрокардиографии, я хочу сказать, что существует всего 5 признаков инфаркта миокарда на ЭКГ. Их всего 5. Поэтому не надо никакой системы передачи. Есть необходимость. В ближайшее время организуем учебу для фельдшеров скорой медицинской помощи по ЭКГ-диагностике. Одно занятие. С разбором реальных ЭКГ и вопросов будет возникать минимум. Тропониновый тест, он входит в стандарт обеспечения скорой медицинской помощи. Игорь Федорович, я думаю, что все услышал, и в ближайшее время скорая медицинская помощь будет обеспечена тропониновыми тестами. То есть тропониновый тест плюс ЭКГ уже более четкий доклад дежурному врачу в сосудистый центр о существующей проблеме. Но я думаю, что эта ситуация, она решаема. И уже еще раз хочу подчеркнуть, более чем годичный опыт работы сосудистого центра говорит о том, что система правильная. Раболитики-то хоть есть на скорой? Есть. У нас достаточно. Разделали, говорю, сколько? Боятся? Боятся. Но у нас доест быстрее. По 30 минут доезжает. Я еще раз говорю, не надо бояться. У нас еще раз обеспечения. Давайте последний вопрос. Вопрос следующий. В августе месяце зарегистрирована общественная региональная организация членов медицинских работников. Хочется услышать ваше мнение об этой организации. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я являюсь уже членом Ассоциации медицинских сестер. Вот как будут они работать или параллельно для Ассоциации, или план на Ассоциацию медицинских сестер перейдет в состав Ассоциации медицинских работников Кировской области? Коллеги, первое, значит, создание Ассоциации медицинских работников, это была не наша инициатива, это была инициатива присутствующих здесь людей. И, соответственно, мы просто ее поддерживаем. Ввиду того, что у нас до сих пор, если честно, не было какой-то единой организации медицинских работников. У нас были ассоциации карбохирургов, нейрохирургов, травматологов, главных врачей. Кружки поинтересованию. И мы очень заинтересованы, чтобы у нас была сильная организация, представляющая интересы всех медицинских работников и фармацевтических в том числе, которая будет стоять на страже их интересов, причем не только в работе с правительством, но и в работе с пациентским сообществом, с гражданским обществом, с общественной палатой и со всем, со всем. Мы заинтересованы, чтобы медики были единой командой. Причем мы не хотим туда никого загонять каким-то административным ресурсом. Это добровольное дело каждого, каждого человека. И я думаю, что каждый должен принять для себя мнение, решение, где ему лучше состоять. И какая организация будет более справедлива, более качественно защищать его права. Еще раз говорю, эта ассоциация нужна не нам, не департаментам, не правительственным форумам. Эта ассоциация, конечно, всего нужна медицинскому сообществу, с тем, чтобы доводить консолидированное мнение медицинского сообщества до всех заинтересованных структур. В том числе, участвуют и в разработке тарифной политики, в разработке целевых программ, а самое главное, программ, а работа тоже с пациентами. Еще раз говорю, вот этот конфликт между пациентами и медиками, он достаточно серьезный. И выход из него должен быть найден. Поэтому вы сами должны для себя определить, где вам комфортнее себя чувствовать. И с кем вам комфортнее работать, и кто лучше будет защищать ваши права. Спасибо. Интересно. Спасибо. Спасибо. Не ожидали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В начале нашей встречи главный удач ЦРБ у нас сделала презентацию деятельности на территории нашей районной администрации. В рамках круглого стола будет общение, вопрос ответ на все темы, где присутствует общественность, которая присутствовала здесь в специалистах администрации.